Начнем с новостей соседей. В Иркутске выявили два случая заболевания корио. Похожие ситуации зафиксировали в 6 из 10 регионов Сибири. В медучреждениях заверили, что готовы к приему пациентов, но на всякий случай попросили людей не обращаться в поликлиники. При повышении температуры, особенно вкупе с кожной сыпью, необходимо оставаться дома и вызвать врача, не посещая поликлинику. С ноября обращались в управляющую компанию о том, что в доме очень сильно сквозит, холодно. А с 20 января уйдет намогание стен, кондиционер по всей квартире, на окнах, на стенах. Общероссийский народный фронт в своем телеграм-канале рассказал о тяжелых условиях проживания в 111 микрорайоне. Там в квартирах появились сосульки на потолках, а стены промерзли и покрылись плесенью. В Улан-Одэ собак запретили выпускать вблизи школ, больниц и детских площадок. Раньше пёселей на улице возвращали там же, где и отловили. Теперь в местах массового скопления людей этого делать нельзя. Управление ветеринарии, в свою очередь, будет следить за поведением собаки. Интересно только как? При проявлении агрессии животные будут направляться муниципальными образованиями на пожизненное содержание в приют или передаваться новым владельцам. В Мухрошибирском районе установили 60-дневный карантин из-за бешенства. Ветеринарная служба нашла двух зараженных лисиц. Теперь в радиусе трех километров будут проверять весь потенциально зараженный скот. Людей же попросили не подкармливать диких зверей. Они могут быть опасны. Учеников 49-й школы стали кормить из одноразовой посуды. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Там условия в школьной столовой сравнили с привокзальной забегаловкой. Родители об изменениях условий не предупреждали. В Улан-Удэ изменилась схема движения еще нескольких маршрутов. Конечная остановка автобусов под номерами 56С, 80 и 92 переместилась в туб диспансера на интернат. Синим на карте отмечен старый маршрут, красным новый. Будьте внимательны. Внимание, розыск! Но не преступников, а владельцев гаражей. Мэрия Улан-Удэ ищет хозяев участков, которые мешают строительству третьего моста. Землю обещают выкупить. Россиянам разрешили готовить шашлыки в пяти метрах от частного дома. Раньше нужно было уйти на целые 20. Нововведение вступает в силу с первого марта. Ура! Улан-Удэ не попал в список культурных городов. Сотрудники высшей школы экономики провели исследования и выяснили, насколько доступны культурные блага жителям России. Топ неожиданно возглавил Петрозаводск. Культурная столица оказалась лишь на 13-й строчке. Соседний Иркутск в десятке лидеров. Ну, а Улан-Удэ в хвосте рейтинга. 60-я позиция из 78 возможных. К новостям технологии. В России запустили разработку собственного компьютера «Бобёр». Работа чудо-техники будет на отечественном процессоре «Байкал». Никаких вам больше окон и отгрызанных яблок. Только бобры, только хардкор. Disney – всё. С приходом весны из российских онлайн-кинотеатров уходит крупнейший производитель мультфильмов в мире. 1 марта – последний день, когда ещё легально можно посмотреть картины Walt Disney Company. Эксперты уже предсказывают рост пиратства и возвращение в эпоху CD-дисков. Появился логичный вопрос – а до этого все смотрели легально?